Алло. Алло, Владимир Владимирович, здравствуйте, Рогозин беспокоит. Здравствуйте, Дмитрий Олегович. Я там слышал, вы на днях день рождения отмечали? Да не, о чем вы? Это была просто рабочая встреча. Да? Ну тогда поздравляю вас с прошедшей рабочей встречей. Счастья, здоровья, успехов. Это сколько вам уже получается? 59 рабочих встреч стукнуло? Ну, как вам сказать? Больше, конечно, прилетело, чем стукнуло. Ну, об этом я тоже слышал. Вы-то хоть сами целы в целом? Ну, в целом цел. Правда, мне попали прямо... Куда? Ну, скажем так, в центр принятия решений. В голову, что ли? Да вы что? Когда я головой решения принимал? Ну, попали в то место, где Роскосмос при мне находился. Не понимаю вас. Ну, туда, куда вас Медведев целовал после инаугурации. В пятку? Нет, после третьей инаугурации. В жопу, что ли? Да. Что, прямо туда попали? Прямо туда. Так ты что, получается, теперь штопанный батут? Да в том-то и дело, что не штопанный. В Донецке меня оперировать отказались, а из Ростова рейс на Москву не принимают. Ну, так что ты от меня хочешь? Ну, вы можете как-то посодействовать, чтобы борт приняли в Москве? Или это вы уже посодействовали, чтобы его не принимали? Ты что такое говоришь, двухочковый? Просто погода сейчас нелетная. Ну, вот я и подумал, может вы как-то решите этот вопрос? Да как я его решу? Что я тучи разгоню руками? Ну, вы же как-то на 9 мая разгоняли. Слушай, ну, ты тоже не сравнивай свою жопу с Днем Победы. Мне и так хватило, чтобы последний наш парад только с ней и ассоциировался. Так а что мне получается делать? Ну, во-первых, меняй свой позывной батут на дуршлаг, а во-вторых, что-нибудь придумаем. В крайнем случае будет у тебя трудолюбивая резиновая попа. Ой, Владимир Владимирович, извините, с незнакомого номера звонят. Наверное, доктор. До свидания. Алло. Здравствуйте, а мне нужен Рогозий Дмитрий Олегович. Кто это? Это человек такой, Рогозий. Он мне нужен очень. Ну, я Рогозин. А это кто? Это Адденис Трактор. Не понял. Какой еще Денис Трактор? Нет, не Денис Трактор, а администратор ресторана Шешбеш. Вы у нас свой день рождения отмечали. А ну его в задницу такой день рождения. А он, в принципе, такой и получился. Что тебе надо? Я тут хотел вам сказать... Что? Вы что, там кусок моей жопы нашли? Нет, тут весь ресторан сейчас выглядит, как кусок вашей жопы. Короче, Денис Трактор, что ты хочешь? Дмитрий Олегович, я звонил вам сказать, что вы за банкет не рассчитались. Как это не рассчитался? Ты что, очумел, что ли? Вы нам сказали, что заплатите задним числом. Да ты приедь, посмотри на мое заднее число. Я там не только рассчитался, а еще и переплатил нормально так. Мне в вашем гадюшнике чуть хозяйство не оторвало. Да, мой начальник сказал, что если вы не заплатите, он мне хозяйство оторвет. Вы когда сможете подъехать? Никогда. Сегодня? Никогда. Во сколько? Ты что, тупой? Я говорю, никогда. Никак, да? Да, никак. А с деньгами тогда как? Ладно, короче, там в центре стола где-то моя барсетка должна валяться. Возьми там 2000 баксов и отстань от меня. Я уже взял, не хватает. Как не хватает? У вас там только алкоголь бил на 3000 долларов, а вы еще жрачку заказывали. А какой алкоголь? Мы даже выпить не успели толком. О, спасибо, что напомнили. Телком? Вы еще толком полторушку должны, которых вызывали. Блин, ладно, там еще в заднем кармане брюк, который мне оторвало. Штука баксов должна быть, посмотри. Хорошо, а остальные деньги как забрать? Слушай, ну все-таки форс-мажор как-никак. Я не знаю, сделайте скидку какую-то. Вы же можете скинуть немного. Хорошо, сделаем. Вы сейчас где? Какая разница? Где? Ну в Ростове я, в больнице. Конкретней? Ну улица Энгельса 3, а зачем тебе эта информация? Вы что, сюда ехать собираетесь? Нет-нет, ехать не будем. Вы просили скинуть вам немного. В общем, ждите, сейчас прилетит. Слава Украине! Продолжение следует... Продолжение следует...